Новости экономики продолжает эфир телеканала Кубань 24. Это деловые факты в студии Кристина Пьеных. Здравствуйте. Краснодарский край занял шестое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. Факторы, способствующие улучшению позиции, обсудили на итоговой презентации агентства стратегических инициатив на экономическом форуме в Петербурге. Кубань впервые с 2014 года набрала очки и поднялась вверх на одну строчку. В прошлом году объем вложений денежных средств в краю вырос более чем на 6% к уровню 2016 года и превысил 484 миллиарда рублей. Лидеры списка Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Кубань заняла четвертое место в стране по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Региональный опыт в сфере развития предпринимательства обсудили во время круглого стола на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Событие такого уровня прошло впервые на стенде Краснодарского края. В обсуждении участвовали вице-губернатор Василий Швец, депутаты Госдумы, представители федеральных ведомств. Сегодня в стране одно из ключевых направлений развития экономики предпринимательства. К 2025 году доля малого и среднего бизнеса в России должна составить 40%, а на Кубани через 12 лет 50%. Эта цифра заявлена в стратегии развития Кубани. Губернаторам было принято принципиальное решение перевести бизнес на возвратные меры государственной поддержки. Фонд микрофинансирования края сегодня второй по капитализации в стране. Два года назад было 500 миллионов рублей, сегодня более миллиарда. Эта поддержка необходима малому и среднему бизнесу. По такие низкие проценты, 5-7%, ни одно финансово-кредитное учреждение не даст кредит на развитие. Сегодня есть задача переориентировать меры господдержки малого и среднего предпринимательства в сторону реального сектора экономики. В крае также активно развивается иностранный бизнес. Для зарубежных инвесторов в Краснодаре открыт первый в стране специализированный МФЦ. Рекреационный комплекс и морской пассажирский порт построят в Геленджике. Перспективные соглашения для развития туристической активности региона подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил замгубернатора Василий Швец. Проект, открывающий множество возможностей, это, к примеру, о договоре с Национальным конгресс-бюро. Он позволит привлекать и проводить на Кубани еще больше международных событий. На Кубани в год проходит до 500 мероприятий различного уровня. Это значит, что Национальному конгресс-бюро будет где проявить свои практики и доказать лидирующие позиции в своей отрасли. Что касается соглашения о строительстве порта в Геленджике, этот проект предусматривает также возведение апартаментов и гостиницы. На реализацию всего этого предварительно уйдут 4 года и 12,5 миллиардов рублей. Важно, чтобы турист, приезжая на отдых, получил качественный сервис, комфортабельный отель, доступ к различным процедурам. Причем не должно быть разницы, на каком виде транспорта гости приезжают. На автомобиле, самолете или, как актуально именно для этого проекта, на собственной яхте. Отвлечемся от питерского форума. Уровень инфляции в регионе обсудили в Краснодаре. В городе прошло заседание рабочей группы. Она состояла из представителей регионального Минэкономразвития, Департамента информатизации, связи, Министерства курортов и туризма. В общении также участвовали сотрудники других ведомств. Встречу организовали по инициативе Южного главного управления Банка России. Сегодня краевой показатель инфляции ниже общероссийского на 0,4%. Он составляет 2%. Это связано со специфическим положением Кубани, в том числе географическим. Кроме того, на цены влияет потребительский спрос. По прогнозам Центрального банка, инфляция в ближайшие полгода не превысит 3%. Мы также прогнозируем в этом году увеличение реальных доходов населения. Как следствие, предвидится восстановление потребительской уверенности населения, что позволит увеличить оборот розничной торговли относительно 2017 года не менее чем на 1,5%. Отдельного внимания заслуживают цифры, характеризующие работу санаторно-курортного комплекса региона. За счет мер по удержанию стабильной ценовой политики и обеспечению качества туристических услуг прогнозируется, что наши курорты в этом году посетят не менее 16 миллионов человек. Объем услуг туркомплекса приблизится к 135 миллиардов рублей и вырастет как минимум на 3,2%. При условии достижения ожидаемых темпов роста в основных отраслях ВРП края может превысить 2,5 триллиона рублей. В завершении выпуска о курсах валют от Центрального банка России на 26 мая. Американец и европеец в плюсе. Доллар остановился на отметке 61,67, евро 72,12. Это были деловые факты. Оставайтесь на телеканале Кубань24.